На первом этапе испытаний мы подтвердили сход ракеты с стенда летных испытаний, воздействие факела ракеты на соседнюю ракету, которая находилась на стенде летных испытаний, воздействие данного факела на сам стенд летных испытаний. В дальнейшем подтвердились тяговые характеристики, что ракета пошла по соответствующей направляющей, потом подтверждались те характеристики, что аппаратура и бортовые все устройства ракеты работали в штатном режиме. И самое главное, что мы подтвердили в ходе проведения первого этапа, это самоликвидация ракеты. На втором этапе был второй пуск, где мы уже работали по беспилотному летательному аппарату. Беспилотный летательный аппарат стартовал с позиции там, где находился командный пункт, выходил в соответствующий заданный район, ракета сошла со стенда летных испытаний в штатном режиме, пролетела около 20 километров, наведение на беспилотный летательный аппарат осуществлялось тоже в штатном режиме, и на 19 секунде рули сработали, в районе 23-25 километров ракета после самоликвидации упала на землю. Когда президент отдавал поручение о развитии ракетостроения, имелось в виду, что мы становимся обладателями абсолютно новых технологий, вступая в клуб так называемых ракетных стран, число которых начисляется десятком. Поэтому вот это тоже, наверное, один из важных элементов независимости, не только военной, но и технологической. В ракету заложены достаточно уникальные характеристики, то есть они практически в два раза превышают все характеристики, которые имеются в действующих ракетах к этому комплексу. Здесь и дальность серьезно увеличена до 70 километров. Ракета оснащена активной головкой самонаведения, которая позволяет, ну, во-первых, высвобождать каналы целевые, во-вторых, действовать, как говорится, за горизонтом радиолокации, что делает комплекс более маневренным, дает возможность быть более устойчивым к массированным ракетно-арцерийским ударам противника, обстреливать большее количество целей. Огромный перечень воздушных целей, начиная от тяжелых самолетов, в том числе с использующих технологию стелс, до небольших дронов, либо беспилотных летательных аппаратов. В данном случае в ходе испытаний на втором этапе мы поднимали в воздух беспилотный летательный аппарат небольшого размера, и фактически по нему осуществлялось наведение. В ходе вот этих летных испытаний также использовалась и твердотельная радиолокационная станция с фазирной антенной решеткой, которая тоже входит в состав комплекса и тоже создана этим же предприятием, показала прекрасные результаты. С использованием такой радиолокационной станции характеристики комплекса БУК в средней дальности приближаются к комплексам большой дальности типа С-300, П-3 и так далее. Конечно, экспорт — это хорошо для нас, это финансовое средство для новых разработок, но все-таки приоритет, наверное, это безопасность нашей страны. Это не только военная безопасность, но это технологическая безопасность. С завершением разработки белорусской ракеты, полностью ее полной локализацией, это будет комплекс, который сможет решать весь спектр задач практически по защите воздушного пространства нашей страны. Продолжение следует...